привет всем привет меня слышно или нет привет а меня слышно или нет лично это у меня последнее время не слышно было я тут пока кушать готовлю решила вам выйти да нож острый варю суббатчик суббатчик варю говорить буду я суббатчик вот артём привет хин кау хочу я тоже хочу хин кау но я не последний раз готовила год-два наверно назад а так в основном сюда ела надо кстати как-то будет это подготовить ну хин кау если готовить то значит надо звать друзей я спросила сына что приготовить он мне сказал приготовить сначала вермишель ну спагетти с котлетками куриные я я приготовила а теперь обещаю что надо сварить щи а капусты нет сейчас приедет ко мне моя подруга домовская завтра у нас насыщенный день очень насыщенный завтра сыном поедем гулять проводить время потом поедем тимати выступает у нас тут в каширской плазе в каширскую плазу так что мы не можем пропустить выступление тимати потому что сын у меня я рафанат тимати как на личном фронте на личном фронте все тихо у меня личный фронт это мой сын теперь кот и машина я так плакала когда продавала свой mercedes а теперь понимаю что зачем я плакала купила батюшечку свою не так классно сын просил бмв на раба так такой мускул нифига да где заметила поминуты percent а дважды мы но прям. Я очень похудела. Блин, я всегда такой была. Я не очень похудела на самом деле, потому что я наоборот поправилась после проекта на 2 килограмма. Плюс огромные ты настоящая, остальные это не есть. Спасибо большое. Мне часто это говорят, что я такая, какая есть в жизни. Я уже рассказывала историю, что когда я ушла на проект, потом, короче, приехала на выходной, встретилась со своими подругами, мне не сказали, когда посмотрели. Проект, господи, какой лук. Что, типа, ты какая в жизни, такая и там, ничего не изменилось. Сплакать буду. Юлечка, привет, моя золотая. Передай привет Кирову, пожалуйста. Киров, большой привет. О боже, какой лук. Что за лук такой? Ганьку, вот Ганьку. Гельку невозможно посадить на диету. Вот она сейчас опять ко мне едет, понимаете. И первый вопрос, когда она звонит, чего пожрать есть? Я говорю, готовлю. Невозможно. Я ее на проекте пыталась посадить, и здесь она нету. Пока сама не захочет, не заставишь человека. Люберцы спят давно в ночь. Где-то в Желебино. Люберцы терпеть не могу. Я еще не перевариваю. Нравится на проект сам по сценарию или нет понравилось? На проекте мне, ну, как, такой вопрос, знаете, риторический. Как по ней это нравилось? Ну, было прикольно. Это что-то необычное, это что-то такое, прям, знаете, ну, другая жизнь, под камерами там. Не все выдерживают, я вам скажу так. Не все. Очень тяжело. Один номер. Вытяжку, если включешь, он будет, наверное, да? Ну, ладно. Вот. Нравилось, не нравилось, не знаю, ребят. Кому-то было сложно, а не было там моментами сложно. Когда уходила, было даже жалко в какой-то момент, что ухожу. Здорово, Юлочка, здорово, я нормально вроде бы. Как выхожу в прямой эфир, так обязательно зарядка все. Ладно, ну сколько хватит. Пожалуйста, моим друзьям со школы номер 12. Макс, Воль и Женя. Почему Макс и Женя с маленькой буквы, а Вова с большой буквы? Мне очень интересно. Передаю привет. Школе номер 12, в особенности друзьям Арт, Арт. Максу, Вове и Жене с маленькой буквы Максу и с маленькой буквы Жене. А Вова с большой буквы. Ты работаешь? Я работаю сама на себя. У меня магазин детской одежды. Интересно населся в другой Борисеевич. Низовые простые другие. Да, слишком много. Красиво. Борисеевич мне тоже нравится, мы с ней общались на проекте. Привет, 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 привет. Сейчас от двух я заплачу. Кот обормот. Мой кот столько жрет, вообще нереально просто. Почему расстались с отцом сынишки? О, ребята, это такая длинная история. И рассталась я с ним очень давно. Я рассталась с ним, когда сыну было 4 месяца. Смотрите на этого милого урокса. Ну, покажись. Убежал. Ну, в общем, надо. Вот, когда Никите была 4 месяца, я ушла от своего, как сказать, мужа. Ну, там долгую историю. Мы с ним 5 лет прожили вместе. Очень много раз подавали заявление за отцом. Не расписались. Такими-то женились. Он очень часто на меня руку поднимал. И очень часто пил. Куда пропал, он не выходил в эфир. Да, я в эфир стало редко выходить. Не знаю по какой причине. Сейчас буду чаще выходить. Готовлю си. Приготовила уже спагетти с куриными пакетками. Ты куришь? Я курю только айпос. И все. Больше ничего не буду. Передай от души привет раз ты не против другу Макса Руманенко. Передаю огромный привет Максу Руманенко. Готовлю си. Рыжий. Рыжий. Конопати. Рыжий. Куриный пакет. Рыжий. У меня ещё подруга приедет. Надеюсь подруга не доедет. Сто лет уже ее ждут. Синишку сейчас позову. Тома. Сына, подойди, поздоровайся. Только здесь окно открытое. Ты после ванны? Быстрейка, ладно? Иди, поздоровайся. Сейчас приедем. Ладно, беги здесь окно открытое, после ванны. Секлое добавь, ворчал хочу. Нет, я не хочу. Хорошо, да, не сохраню. Что-то пропустила, по-моему. Где работаете? Я работаю сама на себя. У меня свой магазин детской одежды. Привет из первого. Привет, первого. Томилашка, спасибо вам большое. Борщ. Нет, не борщ. Щи. Щи. Щи готовлю. Щи. И то у меня нет капусты, и нет картошки, как оказалось. Жду ельку. Сейчас она привезет мне. И сработает. Масло тебя не тревожит? Нет, масло от меня не тревожно. Слава богу. Но вообще они очень странные люди, что говозов, что маслов. Они меня везде блокировали, а теперь везде разблокировали. Правильно, как будто я им влюбсок. Тоже очень красивая. Спасибо большое. Личная жизнь у меня свободная. Знаете, как это? Очередные статусы из контакта вспомнила. Что потом говорилось. У тебя вопрос типа. У тебя кто-то есть? И ответ девушки. У меня кто-то есть, но я одна. А, вопрос вот так. Вопрос. Ты одна или у тебя кто-то есть? Девушка отвечает. Я одна, но у меня кто-то есть. О, почему мы не сошлись, с кем мы не сошлись. А, с говозовым? Я не хочу это обсуждать, если честно. У нас здесь все прекрасно. Спасибо. Не хочу обсуждать тему с говозовым вообще никак. Можно я не буду? И имею право не отвечать на этот вопрос. Ой, Ники-запад. Ух, глаза не вжег еще. Ты в Москве живешь? Ну, практически. Я жила в Москве до проекта. Просто проекта я сняла квартиру в городе Дзержинский. Ну, прям рядышком с Москвой. 10-15 минут до моей мамы и до садика. Мы две недели сидели дома, потому что не было машины. И не могли мы ездить в этот сад. Теперь, наконец-то, с понедельника мы налаживаем свой график. А то мы спали до обеда, ложились, не знаю, во сколько. А теперь график опять будем налаживать. С понедельника уже Никитос идет на бокс, в садик. Не плакай, боюсь, стараюсь. Лук вообще. Так, где гели работают? Гель работает в каком-то магазине, типа ритуаля, только немножко покруче. Я забыла, как он называется. А работает визажистом. Что готовишь? Готовлю щи. Уже приготовила и сыну покормила спагетти с куриными котлетками. Кстати, машину купила вчера. Точнее, позавчера ночью купила. Вчера уже переопорнула на себя. Квартиру снимаю, да, в Дзержинске. В своем квартире тоже есть в Москве, но там живет мама, очень я от них съехал сына. Снимаю дорого или машину купила дорого? Что дорого. Машину какую я уже говорила. У меня фотография стоит в статусе. БМВ единичка. Настенька, давай к нам в Тюмень. Возможно, может быть, когда-нибудь приеду в Тюмень. Почему бы иметь этого не было? Если я вытяжку включу, она бы не слышна была, да? Попробуем тек. Нет, не дорого. Где сын? Сын только что ушел, он поздоровался со всеми, убежал в комнату. Потому что здесь открыто окно, а он после ванны. Я не хочу, чтобы он заболел. Поэтому он в комнате. О, блин, блин. Да, блин, блин. Завтра, кстати, будет очень много сториз. Мне сейчас позвонили, кое-что предложили. Поэтому завтра, если все нормально, у меня будет много сториз. Буду выходить прямой эфир. Будет у меня очень интересная встреча. Пока не буду говорить с кем. Подержу-ка я это в тайне. Сколько платят рекламные деньги? Слушайте, у всех по-разному. Я вообще этим не занимаюсь. У меня не так много подписчиков, чтобы там... Но вообще реклама по-разному. У кого 5 тысяч за пост. У кого 20, у кого 15, у кого 3 тысячи. Смотрю, все зависит от статистики, от просмотров и от количества посещений в вашей странице. Что за встречи? Встречи очень интересные. Да. Привет, привет. По поводу встречи пока ничего не скажу. Потому что она еще под вопрос. Но, скорее всего, завтра я встречусь. Ребят, не хочу добавлять сейчас никого, честно, в прямой эфир. Малочка. Какие зарплаты в Москве? В Москве зарплаты разные. Ну, если честно, даже не знаю. Такие средние. Средние, наверное, тысяч пятьдесят. Ну, я, допустим, знаю по последнему месту работы своей. Управляющий ресторан, допустим, среднего такого ресторана, там, от ста тысяч зарплата. То есть, у меня вот зарплата была сто, сто двадцать. Удря в каком ресторане я работала. С маслом общаешься? Да нет, конечно же. Чем-то, у вас масок нужен очень. Не общаюсь и никогда в жизни общаться не буду. Вообще, это конченный человек. Упаси, упаси Боже, с ним вообще общаться. Так, что у нас тут есть? Специи, специи, специи. Наверное, в рублик, если мне это подглазать. Возможно. Возможно. Сейчас изоляторно. По поводу Гобозова я не комментирую, не отвечаю на вопросы по поводу Гобозова. Для Москвы это же мало. Ненормально. Вдруг люди спередают, что они сходят в зал. Ой, я не хочу в зал. Спасибо. Вы на пару с Гели снимаете квартиру? Нет. Квартиру я снимаю сама. Квартиру я снимаю сама. Гели ко мне приезжают просто в гости. Просто бывают у меня гостя на 1-2 дня. Потрясающе спасибо большому. С кем общаюсь из участников? На самом деле очень много с кем общаюсь. С Марго Овсяниковой общаюсь. С Кютой, с Жариковой, с Гелей, с Ебаровым. Готовлю щи. Сейчас, по ходу дела, мне придется бежать в магазин, потому что гели клеить поздно. А мне нужна картошка и капуста. Ой, ну 500 тысяч звонков сразу. Видите, ну мне кажется, я такой-то пригорода открыта. Открываю. Ребятушки, мне надо выйти. Я к вам попозже зайду. О, тут у меня звонки-звонки. Всех целую и попозже, ладно? Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok